Во время жизни Господа и служения на земле неверующие из иудеев, религиозная верхушка, часто искушали Господа и видя даже то, что сотворял Господь, они не веровали. И как написано, иудеи ищут чудес, они искали знамения, и после очередного обличения и свидетельства Иисуса Христа в 12 главе Евангелия от Матфея, 39 стихом Господь говорит о том, что род сей лукавый и прелюбодеянный ищет знамения. Но знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Иудеи искали знамения, и Господь Христос, несмотря на то, что являл много чудес, чудотворения, делал благо людям, исцелял и учил так, как не учил никто из людей до Него, и учил со властью, не как фарисеи и книжники. И, тем не менее, люди были, которые ожесточенно не веровали и искали знамения. И здесь Господь им говорит, что не будет дано другого знамения этому роду лукавому и прелюбодеянному, кроме знамения Ионы Пророка. А в чем было знамение Ионы Пророка? Он сам дальше говорит, что как Иона находился во чреве кита, символизируя преисподнюю, символизируя адские страдания, погружения в страдания Иисуса Христа, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Интересно, что знамение самого Ионы было в том, что он не остался навечно во чреве кита, он был извергнут. Также и смерть не смогла удержать Иисуса Христа, и таким образом в этом заключается знамение, то есть воскресение из мертвых. То, что сейчас я сказал, имеет отношение к вечному утешению, которым утешил Господь народ, людей своих, и к первому дню, в котором мы все еще находимся по катехеису об утешении. Первый вопрос, в чем твое единственное утешение в жизни и смерти? Вопрос, который обращен к верующим. И как я уже говорил в прошлый раз, что метод в данный момент, в этом цикле по катехеису будет не столько показывать явные места из Нового Завета, хотя к таким будем обращаться, разумеется, но излагать учения Христа из Ветхого Завета, в особенности из книги Псалмов, поскольку Псалтирь является Словом Христовым, Колоссяном 3,16. И мы должны иметь чувствование, или же ум Христов, как написано в Филиппийцам 2 главе, и проникаться этими мыслями для того, чтобы познать утешение. И перспектива еще такова, что мы говорим часто об утешении верующего, Но поскольку Христос является нашим предтечей, Он является вождем спасения, Он прошел впереди, перед Ним раступились как бы воды, Он является первопроходцем, Он вошел во святилище, Он является первым, соответственно, мы должны взирать на Него и задаваться вопросом, что было утешением самого Иисуса Христа в жизни и смерти, что являлось Его главным утешением. И в прошлый раз мы начали говорить о том, что, например, знаменитый Псалом, который любят все верующие, 22-й Псалом, Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, что хотя Он относится к верующим, Он относится к верующим и к Церкви вторично, первичным же образом речь идет о Христе, как агнце Божьем, который, как овца, был ведом на заклане, и ведет его никто иной, как Господь Отец. И это признание, и это молитва самого Христа. Мы упоминали тот факт, что Он здесь говорит, «Если я пойду и долину и смертной тени, не убою зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Глагол, который переведен здесь как «успокаивает», на самом деле является также утешением, то есть утешает. Утешает его Божие правление, Божия защита и его проведение, который ведет своего агнца Божия этой долиную, но он приведет его ко спасению, и в этом находит утешение Мессия. Я хотел бы сегодня, продолжив и завершив уже эту тему об утешении Христа, коснуться нескольких случаев в псалмах, которые мы также видим. Например, Псалом 85, вместе откроем сейчас со мной, говорит о том, каким образом утешение связано с искуплением Христа. Стих 17, окончание 85-го псалма, говорит следующее. «Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что ты, Господи, помог мне и утешил меня. Я прочитал сейчас из 39-го стиха 12-й главы Евангелия от Матфея, что знамение, которое, кстати, неоднократно напоминает об этом Христос в других местах, а в четверо Евангелиях это встречается. Еще что, это основное знамение, и как правильное ударение в знамение, как говорят некоторые, в общем, привычное знамение, которое дает Христос в удостоверение о том, что грядет Господь судить вселенную по правде. И вот этим удостоверением будет воскресение Христа из мертвых. Именно по воскресению Христа из мертвых он открывается как Сын Божий по Духу Святыни. Первая глава послания к Римлянам, четвертый стих, по-моему, апостол Павел говорит об этом. И видя сейчас вот это упоминание, где Дух Христов молится и говорит, покажи на мне знамение во благо, мы видим, что это указание на его воскресение. Напоминаю вам, что христоцентричное, христологическое восприятие Писания является не аллегоризацией Писания, а является верным преподаванием или же пониманием слова истины. И на самом деле, если мы напротив видим лишь Давида, Асафа, Моисея, израильтян и каких-то других лиц, то мы упускаем главное. Потому что Откровение 19.10 говорит нам прямо, что свидетельство Иисусова или же свидетельство об Иисусе и также свидетельство самого Иисуса есть Дух пророчеств. И все пророки, сколько ни говорили, они предвозвещали страдания Христа и Его вхождение в славу. Итак, вот это знамение во благо. Выше здесь, в 85-м псалме, 16-м стихом, если вы прочитаете глазами веры, вы увидите, что речь, конечно же, идет здесь о Христе, потому что Дух Его говорит, «Призри на меня и помилуй меня, даруй крепость твою рабу твоему, и спаси сына рабы твоей». Вы помните, да, в Луке? «Се раба твоя, Мария». Он упоминается как семя жены, как родившийся от жены, не от жены и мужа, поскольку пришел он через девственное зачатие от Девы Марии, зачатый от Духа Святого, рожденный от Марии и Девы. Да, мы говорим в апостольском символе веры. Здесь речь идет о Христе. И Христос здесь, на что хотел бы обратить внимание, молится о том, чтобы через это знамение было явлено ненавидящие меня, чтобы они устыдились, что Бог помог мне, как Он говорит, и утешил меня. То есть утешением Христа в этой безутешной Его жизни, когда Он ушел в долины тени смертной, муж болезней, изведавшей печали. Я, может быть, здесь смешиваю язык. Кинг Джеймс и Синодальный, 53 глава пророка Исаии, где говорится о том, что Он изведал наши болезни, также печали. Он был мужем скорбей. Если вы посмотрите на первый стих этого псалма, он также неопровержимо свидетельствует о Христе. Здесь написано «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ». Во втором послании Коринфянам в 8 главе написано о том, что Он, будучи богат, обнищал ради нас. Христос оставил славу небес и стал нищим, и Он пришел как нищий. Даже рождение Его было такое, по проведению Божьему, что не было места в гостинице. Помните, когда они направились, Иосиф и Мария, в Вифлеем, и рождение Его произошло в месте для скота, в яслях, то есть в хлеву. То есть Он истинно как бы нищий. И вся Его молитва здесь, в этом псалме, это моление Христа. Это молитва Христа. И Он молит о том, чтобы Господь показал на Нем знамение во благо, то есть воскресил Его из мертвых. И таким образом, чтобы Он получил утешение, и чтобы мы могли утешиться, надеясь на Него. 118-й псалом, в прошлый раз я также упомянул этот факт, что 118-й псалом, который превозносит Тору, Слово, Уставы, Законы Господа, на самом деле очень сильно сосредоточен также на Христе. Это не должно нас сильно удивлять, потому что мы знаем, и буквально первые знаменитые слова и стихи из Евангелия от Иоанна, в первой главе, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом». То есть Он есть то Слово предвечное, которое изрекал Бог Отец, и через которого Он веки устроил. Поэтому псалом, который говорит о Слове, разумеется, говорит об Иисусе Христе. И здесь несколько стихов, которые говорят и свидетельствуют об утешении. Например, 50-й стих 118-го псалма говорит, «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня» или «Оживит меня». Дело в том, что времена и глагольные спряжения на древнем еврите имели немножко другое значение. То, что Бог мог сказать, утвердить, как бы в прошлом, на самом деле, относится как бы еще к будущему. Или то, что говорится в настоящем, на самом деле, также относится к будущему. Например, и это же мышление переходило на мышление апостолов в Новом Завете, когда апостол Павел говорит, «Тех, кого предузнал, то есть во Христе предвозлюбил, тех и предопределил. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». Все это говорится в прошедшем времени, несмотря на то, что многие из тех, кому надлежит быть призванными, они еще не родились. Здесь, ну, по крайней мере, часть из этих людей, которые войдут в ковчег спасения, еще не появились на свет. И здесь он говорит, «Это утешение в бедствии моем». Бедствие Христа было очень велико, потому что в чреслах своих он носил воспаление и поношение, которое было по причине беззаконии всех детей Божьих, от начала дней до скончания века. Мы не можем себе вообразить, и лишь псалмы приоткрывают нам, приоткрывают нам завесу в те страдания, которые испытывал Христос, проходя этой долиной плача. Когда мы говорим, когда мы читаем в псалмах, например, такие выражения, что как око иссохло, как истаивает плоть моя, что этот образный язык, он не столько является поэтическими выражениями самого Давида, разумеется, Давид писал, будучи Вадимой Духом Святым, мы должны понимать, что все эти метафоры, эпитеты относятся, причем весьма буквально к Иисусу Христу, потому что именно Он скорбел от того, что закон твой разорили, именно душа Его возмущалась, именно Он испытывал все эти страдания, именно Он взывал той молитвы, которой никто из живых молиться не мог. Например, далее мы видим в этом же, в этом же псалме 52 стих, Он говорит, «Вспоминал суды твои, Господи, от века, Господи, от века, и утешался». Он утешается. Он утешается тем, что Господь исполнит Своё Слово. Он утешается тем, что Господь совершит Свой суд и выведет правду Его, как полдень. Один знаменитый американский проповедник и богослов очень много написал и построил целое некое богословие вокруг концепции наслаждения или же утешения Господа. И один из любимых его текстов это Псалом 36, 4 стих, который в нашей версии говорит, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вот это утешение, о котором говорится в 36-м Псалме, оно имеет оттенок наслаждения, то есть утешение с радостью, нахождение восторга. «Утешайся, наслаждайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». И этот человек, этот богослов, он много говорит правильного о том, что мы должны искать утешение и наслаждение в Господе. И если мы истинно наслаждаемся Господом превыше земных удовольствий, то мы и будем побеждать грех в этой жизни. То мы и служить Господу будем больше, потому что мы делаем это с радостью, не по понуждению, не потому, что так велено, а потому, что душа наша стремится к Господу, словно лань потоком вод и иметь те же чувствования. Но то, о чем мы должны помнить, что в то время, как Псалом, конечно же, обращен к нам, как и все Слово, мы должны не забывать, что Христос является главным действующим лицом во всем Писании, что именно Он является тем Словом мудрости, в котором воплотилось это. утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. А чего просило сердце Христа? Чего желало сердце Его? Сердце Христово, оно было к святым земли, к тому, чтобы утешить народ Его. Да не постыдятся во мне все уповающие на Тебя. Таких мест очень много, где Христос молится за себя и за детей, которых дал Ему Бог. И утешение Его, разумеется, было эскатологическим, то есть Он уповал на то, что Господь утешит Его по воскресению из мертвых. Будьте внимательными. Главное утешение, помните, возвращаясь в Гитеберг, твое единственное утешение в жизни и смерти. Мы говорили, что огромный потом и прекрасный целый абзац, который Гитеберг говорит, что единственное утешение в жизни и смерти, что принадлежит не себе, но Хранителю моего Господа Иисусу Христу, который предал себя за меня и так далее. И все это можно свести к одному принадлежности ко Христу. В этом заключается единственное настоящее утешение в жизни и смерти. Но это утешение, оно касается именно как старославянским языком пак и бытия того, что будет воскресение из мертвых. Когда мы говорим, мы празднуем светлое Христово воскресение, оно светлое Христово воскресение, потому что как Он воскрес, так и те, кто надеются на Него воскреснут. Но в этой жизни очень часто святые Божьи праведные не получают утешение, но напротив страдают и страдают много и часто страдают больше, чем люди мира сего. И душа их иногда смущается, когда они видят благоденствие нечестивых и они начинают испытывать иногда искушение. И когда приходят лжеучителя, харизматы, проповедники Евангелия процветания и говорят им, что в этой жизни ты должен иметь процветание и если ты действительно имеешь веру, то у тебя будет и здоровье, и богатство и ты будешь благословен. Под благословениями они имеют в виду материальное богатство. Они забывают о том, что на самом деле многие из героев веры, описанные в 11 главе о евреях, они скитались, они были в поношении, они не имели постоянного пристанища, даже как сын человеческий не имеет места, где преклонить голову свою. И погибали мученической смерти, надеясь на лучшее воскресенье, чая утешения Израилева. Посмотрите еще в этом же Псалме 118 81 и 82 стихи, где мы можем увидеть ясно и неопровержимо, что утешение есть спасение, буквально знак равенства. 81 и 82 стихи 118 Псалма, где Дух Христов молится, «Истаивает душа моя о спасении твоем, уповая на слово твое, истаивают очи мои о слове твоем». Я говорю, когда ты утешишь меня, вы видите, два раза используете слово «истаивает», то есть он томится, он ожидает, это томление, которое ожидает наступления исполнения обетования. Он говорит о спасении твоем, уповая на слово твое, что исполнишь слово твое, а какое слово? Что он оживит Христа, что ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть тление. Это то слово, на которое уповал Христос. И вот здесь я хочу, чтобы вы тоже понимали и думали об этом, и размышляли. Полезно человеку размышлять о Слове Божьем постоянно. Для Христа это не было автоматически. Именно книга Псалмов помогает нам увидеть, что Христос, поскольку Он пришел как Сын человеческий, мы читаем, например, всегда видел я одесную Господа. Это тот же самый Псалом, откуда я процитировал вам, что Он не даст святому своему увидеть тление. Всегда видел я одесную Господа, не поколеблюсь. Вы должны понимать, и я должен осознавать, физическими глазами Он не видел Господа и не мог видеть. Он ходил так же верою, как мы призваны ходить верою. Утешали его обетование Божие. Потому что, будучи на земле, именно чудо и тайна воплощения состоит в том, что, когда Он вочеловечился, став по подобию как раб, да как человек, Он стал во всем подобии нам. А если говорится, что Он стал во всем подобии нам, у Него не было по большей части времени сверхъестественного видения Господа. Тем более, что мы знаем, что Бога не видел никто никогда. Сын Божий внедрючим Он явил. То есть, когда Он говорит, видел Господа десную, что это были Его глаза веры, что Он веровал и что Он утешался Словом. Тем же самым Словом, которое у нас сейчас есть сегодня, это должно на самом деле нас утешать. «И ставят очи Моя Слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь Меня». Мы знаем, мы знаем, что Господь утешил Его, Он даровал Ему утешение, и мы знаем, что через Него откроем сейчас напоследок второе послание к фессалоникийцам. во второй главе 16-17 стихи, где апостол Павел, зная об этом, дает следующее утешение. Он говорит, «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Перед этим, по контексту, кстати, текст, который часто зачитывается даже в первом послании, извините, я перепутал, но здесь он говорит также о том, что в конце времени, когда явится Господь, Он даст утешение ожидающим, но пошлет дух из заблуждения и откроется Господь Иисус с небес. То есть, речь идет о последнем времени, о том, что случится. И мы должны уповать на это. Мы должны иметь перспективу будущего, потому что в этой жизни, если мы будем смотреть на себя, на свои обстоятельства, на то, что нас окружает, нас ожидает очень много разочарования и уныния. И, как я уже говорил, все прочие утешения земные, которые мы получаем в качестве еды, питья, крова над головой, относительно сухого и теплого места. Мы знаем, что очень часто это отнимается у нас. И мы знаем, что это в любом случае не будет длиться вечно. Но апостол Павел говорит об утешении в вечном, что он утешил народ свой. И, соответственно, 40 глава пророк Иса 1-й 20 стиха «Утешайте, утешайте, народ мой». Мы знаем, что это утешение в искуплении и как Господь утешил Христа, воскресив его из мертвых, Он также утешит всех, кто уповает на Него ради жизни вечной. В этом единственное утешение в жизни и смерти. Все остальные прочие утешения, они являются ложными, являются миражом, а, как говорится, пустым, то, что не назидает. Господь да, благословит и утвердит нас в этом еще более, да дарует Он нам вникать в Слово Его, чтобы мы еще больше таким образом через Слово Его, через Его уставы мы могли иметь утешение, могли иметь надежду. Ему за все добудет хвала, честь и благодарение. Аминь. Аминь.